Все мы с нетерпением ждем лето, а когда оно наконец приходит, дружно жалуемся на жару и мечтаем о прохладе. Тем более, что длительное пребывание под прямыми солнечными лучами, как установили ученые-медики, небезопасно для здоровья. Братья наши меньшие почти не смотрят телевизор и совсем не читают газеты журналов, поэтому о вреде солнечного излучения ничего не знают, зато их владельцы не должны об этом забывать. Потовые железы у собак развиты очень слабо, и защититься от перегрева наши четвероногие друзья могут только с помощью усиления дыхания. Когда температура воздуха приближается к температуре тела собаки, такая система охлаждения становится неэффективной, и самочувствие животного резко ухудшается. Повышается общая температура тела в организме животного, в результате чего отекает головной мозг, и это является основной причиной, иногда и даже комы, иногда нарушение сознания, нарушение поведения и всех остальных расстройств в организме. При отеке головного мозга нарушается, поражается центр дыхания, центр сердцебиения, ощущается количество сердечных сокращений, что ведет к повышению давления во всем организме. Какие же изменения в поведении собаки должны послужить сигналом тревоги для владельца? Первыми симптомами являются беспокойство, незначительное беспокойство, одышка очень сильная. Сегодня хозяин даже при прикосновении к своему животному, он уже понимает, что температура тела повышена, и уже необходимо заподозрить тепловой удар. Но самым правильным признаком, самым ярким признаком будет нахождение животного в запнутом пространстве, плохо вентилируемом, в теплом, жарком помещении. Чаще всего это бывает при перевозке животных на длительные расстояния, при нахождении животных в длительное время в замкнутом пространстве. Если больной собаке не оказать медицинскую помощь, возможно остановка дыхания, сердечной деятельности и смерть животного. Тепловому удару подвержены все породы собак, все животные, неизвестно от шерсти, от качества, от цвета, но наиболее чаще всего страдают животные с темной шерстью, животные, у которых короткая морда, обусловленная породными предрасположенностями. Подобные ситуации чаще возникают на летних выставках, проходящих на открытых площадках, где температура воздуха даже в тени зачастую превышает 30 градусов. А это уже представляет опасность для животных. Если у пса появились симптомы нарушения терморегуляции и перегрева, ему как можно быстрее необходимо оказать помощь. Если вы видите, что ваше животное немножко неадекватно себя ведет, более апатичное, чем всегда, или более раздражительное, если вы видите, что дыхание учащенное, вам кажется, что сердцебиение учащенное, и оно горячее, чем всегда, необходимо принять меры по оказанию первой помощи. Обязательно животное доставить в прохладное место или в какое-то помещение. Если рядом нет никаких зданий, значит, в тень, под дерево. Обеспечите поток воздуха, чтобы животное обдувалось со всех сторон. Если есть возможность проточной прохладной воды, можно животное намочить и положить под струи воды. Тоже хорошо охлаждает весь организм. Если вы доставили животное домой, и в домашних условиях вы помогаете ему снижать температуру тела хорошо, прохладная клизма, опять же, с холодными ваннами. Можно животное намочить и положить под вентилятор. Таким способом испаряется большое количество жидкости с поверхности тела, которое забирает с собой тепло. Ну а самый надежный способ спасения собаки от теплового или солнечного удара прост и доступен каждому. Достаточно избегать долгих прогулок в жару, не оставлять пса в душно перегретом помещении и не забывать о миске со свежей водой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok